мечтаете о бюджетном стеллаже с подсветкой и думаете это решит все ваши проблемы с нехваткой места и зимовкой капризных растений смотрите в этом видео почему это не так размер стеллажа 40 сантиметров глубина метр семьдесят пять высота такой как я роста угол он уходит на 90 сантиметров высота полочки 30 семь сантиметров и до лампы высота 30 сантиметров сосед стрижет траву и я опустила лампу ниже ближе к листьям с помощью вот такого бруска теперь лампа подвешена на высоте 30 сантиметров и 20 сантиметров до листвы это было плохое решение с помощью вот такого бруска нужно было подвесить цепочку с карабинчиком или крючочком чтобы менять высоту лампы зависимости от высоты растений стеллаж я нашла по объявлениям местных столяров он был не окрашен и четыре года назад стоил около 50 евро я его окрасила и покрыла водоотталкивающим лаком а теперь о минусах этого стеллажа во первых мне не нравится его полочки из реек с зазорами по три сантиметра в эти зазоры проваливаются маленькие горшочки опадающие листья и вода во вторых угловая модель стеллажа может стоять только в углу где как правило очень темно естественный свет от окна его не охватывает в третьих одной лампы на полку 40 сантиметров глубиной недостаточно освещена только середина полки этот стеллаж эффективен только если он загораживает окно и рядом светит мощная лампа как у меня например над колеусами четвертых стеллаж не решает проблемы с нехваткой места так как высота полочек 40 сантиметров рассчитана только на молоденькие черенки или мини миниатюрные растения как только они начинают расти их макушка оказывается выше ламп в темноте на моем стеллаже 8 ламп по 10 ватт работают они по 12 часов в день и того потребляют почти один киловатт электроэнергии в день что равняется 31 евро центу в день за год это 113 евро я считаю что за неэффективное освещение растения это достаточно дорого для эффективного освещения растений на этом стеллаже нужно минимум 16 ламп и соответственно счет за электричество увеличится до 226 евро в год мне часто задают вопрос сколько всего растений у меня в коллекции до сих пор я не считала но вот на этом стеллаже я посчитала у меня 100 растений на верхней полочке расположено 30 растений это черенки молодые хои я начала собирать коллекцию хои пять месяцев назад добыла черенки по два листа укоренила их и у многих уже есть новый прирост это будет их первая зимовка жизненных запасов у них еще мало поэтому я отправила их на стеллаж под лампы я планирую сделать детальный обзор май хой в будущих видео я собираю пока только декоративно-лиственные виды хой они с крупными красивыми цветами к весне им понадобятся опоры и они перестанут вмещаться на этот стеллаж последний ряд растений неудобно поливать поэтому я использую бутылку с острым наконечником чтобы дотянуться и дозированно маленькими порциями парить каждый горшочек колоказия мохито с каждым годом становится меньше скорее всего она уснет в декабре и больше не проснется этот пятнистый гибрид и медлительный поэтому не выживает при нашем коротком лете у меня везде натыканы колиусы компактные сорта которые сложно зимуют без досветки эту церапегию вуда я не выращиваю на стеллаже она свисала прям возле стекла на окне то поставила ее временно меня на данный момент 5 разновидностей церапегии все в цвету несмотря на конец октября здесь ампельная хуя линеарис нужно размножить ее и подсадить черенков в горшочек погуще это тоже ампельная хуя кортизи им не нужны будут опоры поэтому они могут долго жить на этом стеллаже верхняя полочка самая любимая наверное потому что она находится на уровне глаз и достается больше внимания больше света от окна и остаточного света от лампы для колиусов за зимовку этих 30 растений я спокойно на второй полочке 23 горшочка здесь аксалис вулкани кола его темная форма и варегатная форма сорт плам крэйзи бегония бреверимоза маленькая детка еще не уверена что она перезимует тропическая лиана дискорея дискалор летом еще как-то росла 3 листочка выдала а с сентября никакого прироста еще одно капризное растение пилея серебристая вообще многие пилеи у меня плохо растут возможно это все-таки террариумные флорариумные растения и в комнатных условиях плохо себя чувствуют так же как пилея норфольг куст развалился его нужно перечеренковать это новенький у меня черенок эпипремному хэппи лиф и звезда этой полочки хоя горшочек золота под of gold было четыре листочка два новеньких за ней бегония black мамба много деток сингониума конфетти любимый сортик это степания эректа все что она выдала за лето эти два листочка возможно она еще и акклиматизируется я укореняю в воде черенки сингониума колиусов несмотря на лампы укоренение их затягивается на светодиодных лампах был матовый чехол который я сняла чтобы он не крал свет и поэтому опрыскивать растения водой невозможно я боюсь чтобы вода не попала на светодиоды половину третьей полочки занимают колиусы я притулила с краю маранту лемон лайм так как она шевелит своими листочками и ей нужно много свободного места рядом с ней сплениум лесли он таким и останется небольшой небольшого роста хоя компакта варигатная оставлю ее ампельной не буду прикреплять на круговую опору недавно достала дисхидию миллион сердец я собираю коллекцию растений листочками сердечками поэтому очень довольна в углу генура варигатная центре парочка хой колиусы в маленьких горшочках по 5 сантиметров то еще детки которые я укоренила осенью в сентябре и здесь они подрастают на самой нижней 4 полочки я не приопускала лампы поэтому тут расположились относительно высокие кустики еще молоденькие черенки поэтому на себя не похожи сингониум ботик правее мой драгоценный пестролистный гибискус липовидный в углу папоротник асплениум ураган те папоротники что еще влазят под лампы благодарно растут а те что без досветки приостановились в росте алаказия silver dragon отлично зимует под лампой главное ее не залить просушивать справа кандидатка на вылет со стеллажа алаказия black coral ей недостаточно мощности этих ламп и она уже их переросла поставленное место другое растение здесь у меня термометр показывает 21 градус тепла и 74 процента влажность воздуха нижняя отметка стоит 17 градусов ночью и максимум влажность воздуха 84 процента не знаю что здесь произошло я специально воздух не увлажняю батарея отопления еще не включена это не жилая комната но позже придется включить ее на плюс 18 и отодвинуть дефенбахи и стураманту подальше окна завешены листовым кактусом и как и дамами с церапегией для того чтобы птицы не таранили окном без навесок они не замечают стекло стеллаж не решил проблем с местом тут по-прежнему тесно а все потому что из-за стеллажа появляется чувство уверенности и хочется себе позволить еще больше новеньких интересных зеленых питомцев это бесконечно дорогие друзья цветоводы если вам не хватило цветочных зрелищ и вы не совсем довольны идеей цветочного стеллажа в вашем домашнем интерьере то подпишитесь на мой цветочный канал так как следующем видео я покажу второй вариант размещения домашних растений и искусственного освещения в зимний период с вами была ирина коллекционер цветов всем удачи и процветания а а а а а а в а и и и Продолжение следует...